Девушки отдыхают Запечем баклажаны с котлетами Блюдо сытное, вкусное, красивое Подходит, чтобы разом накормить большую компанию Но, конечно, у нас в главной роли баклажаны С них и начнем А вот обратите внимание на эти баклажанчики Вот вы привыкли какие видеть, да? Особенно зимой, такие пузатые, большие, мягкие Они тепличные и, конечно, по вкусу проигрывают летним грунтовым баклажанам Вот эти вот баклажаны, это то, что были у всех в детстве Вот такие вот настоящие Когда ты, знаете, вкус вот этого, какого-то металла ощущаешь Ну, вы понимаете, о чем я? Я просто из города металлургов Металл часто лизал разный Алюминиевые курсеты оттуда? Как бывает, горку лизнешь и все И стоишь, пока с чайником друзья не выйдут Не спасут В моем родном Северодвинске традиции лизать горки нет Да и баклажаны редкость, даже летом А вот на юге другое дело Баклажаны режем толстыми кругляшами Я помню, на юге к бабушке приезжал Ходил на рынок Закупался баклажанами Приносил во двор И продавал их Покупал подешевле, продавал подороже Нормально наваривал Ну, где-то в два раза Я сначала бабушкина с огорода По чуть-чуть стал приторговать А потом я понял, что меня такие объемы не устраивают Я говорю, где тут у нас оптовый рынок? Шел с рюкзаком У меня было здесь 10 килограмм Здесь 10 килограмм Ко мне подходили все Ой, малыш какой малыш Давай у него купим Давай у него купим Рядом бабульки, дедульки стояли Они меня, честно говоря, вроде как и угощали Любили продавцы Но втихаря, я думаю, ненавидели Я думаю, когда сезон заканчивался Я уезжал с юга в свой Северодвинск Они там, наверное, крестились И говорят, слава богу, тебе хоть бизнес пойдет Все нарезали Теперь нужно сделать одну важную вещь Вот эти баклажаны обладают природной горчинкой Горчинку надо удалить Солью она чуть-чуть уйдет Поэтому подсаливаем Хоп И перемешиваем Вообще это блюдо, вот как оно выглядит Я подглядел в Турции Они с баклажанами любят всякие штуки делать Все здесь понятное, все наше Мы все используем все продукты Все будет по вкусу Вот прям ничего там не будет такого сверхъестественного и непонятного Но само блюдо, как оно будет выглядеть Вот это вот турки умеют делать хорошо Баклажаны откладываем в сторонку За 10-15 минут из них выйдет вся горечь Мы пока успеем сделать котлеты Нужен фарш На самом деле фарш можете использовать разный Можете взять домашний, со свининой Можете взять из индейки Можете взять куриный У меня сегодня красный, красивый, говяжий Фарш нужно насытить вкусами Репчатый лук Даст сочность и правильный вкус Надо тоненько, меленько нарезать И добавить в фарш Шинкуем лук мелким кубиком И отправляем к мясу Теперь петрушка Вот эти вот веточки Они очень ароматные и вкусные Их добавьте в фарш, но меленько нарубите Листики оставьте для подачи блюда Ну и чуть-чуть тоже рубаните в состав фарша Это прекраснейшая будет приправа для нашего фарша Петрушечка отправляется в фарш Соль Ну а теперь самый важный, самый мощный И самый вкусный ингредиент Аджика Она сделает все дело Здесь у нас просто супер состав Специи и пряностей Чеснок, бажетник Чили перчик Лучок Все что надо Буквально добавляйте несколько ложек И ваш фарш будет просто идеальный И ничего больше добавлять не надо Теперь все тщательно перемешиваем Ух, запах пошел, а Оооо Знаете, если фарш супер качественный Можно взять брускетку Просто подсушить и тоненьким слоем Уже вот это намазать Съесть такую, знаете, брускетку с тартаром Мы когда снимали программу Сто мест где поесть В Стамбуле, кстати Там есть турецкое блюдо Чикифте, по-моему, называется Это сырое мясо Его отбивали долго там Издевались над ним Оно превращалось в паштет Добавляют туда мяту Специи, орехи Там что-то острота Джику всякую А потом подают Но там настолько остро, что невозможно есть Турки едят, довольные Заворачивают в листья салата Всякие лепешки Такого блюда не встречал Я вообще не знал, что такое существует А в Турции прямо оно Мега популярное И исторически известное Так что смотрите Каждую субботу После программы Просто кухня Сто мест где поесть Великие кулинарные путешествия И еще один необходимый ингредиент Как думаете, что? Давайте Нет Нет Рис Рис У меня здесь вот такой боксик риса Обычного отварного Вот он Вы же не можете мало риса сварить Мы всегда варим риса больше, чем надо Правильно? Он всегда остается Потом вы его что делаете? Кладете в боксик И убираете в холодильник Хорошо, что излишки могут пригодиться Для такого классного блюда Баклажаны будут отдавать сок Фарш будет отдавать жир и сок Понимаете? Рис сок, он это впитает И сделает котлетку такой более рассыпчатой Готов фарш Можно лепить небольшие котлетки Так вот раз А руки в воде смачиваем Для того, чтобы фарш не прилипал Все Кружеля накружили Точнее котлеты круглые налепили Пора промывать баклажаны Просто эту соль надо немного удалить Запекать это прекрасное блюдо будем вот в такой форме Не обязательно брать прозрачное Но прозрачно и красиво Кладете баклажанчик Котлетку Далее кладете баклажанчик Котлетку Так по спирали От краев к центру Чередуя баклажаны и котлеты Закладываем всю форму Посмотрите, какая красота получилась Вау! Вообще нарядно! Блюдо надо украсить Берем болгарский перец И режем на полоски Раз Два Так, теперь смотрите, вставляем Это, видите, несложно Нарезали перчик И сделали такой, типа, а-ля цветочек А теперь то же самое с помидоркой Потом все это красиво запечется Будет классно выглядеть Помидор режем на дольки И вставляем их между полосками перца Добавим туда немножко томатного соуса А-ля заливочка Для этого просто наливаете водичку Туда добавляете ложечку томатной пасты Вот так вот с горочкой Можно еще чуть-чуть Оп Перемешиваем И все, больше ничего не надо У нас фарш есть, аджичка Там баклажаны Специи, там всего достаточно Прям в центр так льете И отправляем в духовку Через 40 минут баклажаны с котлетами будут готовы Достаем Как вам вот это, а? Просто красота Вы посмотрите, сочная, красивая, подпеченная вкуснятина Ох Ну классно Вот видите, пока сок Его много Он еще впитается в блюдо Поэтому накрываем крышкой И даем баклажанам остыть Настояться Ждем 20 минут Ох, как хорошо Смотрите, сколько сочности Как все красиво запеклось И как пахнет Такое Ох, как вы такое сделали А все просто Ничего сложного Обязательно вот этим соком надо полить Вот, чтобы еще вкуснее было Ну и по всей классике Турки тоже так любят Да и мы любим Такие штуки есть со сметанкой Или с йогуртом В данном случае у меня здесь йогурт Он просто немножко полегче Тут жирности хватает Поэтому с йогуртом, на мой взгляд Будет супер Хоп Посыпаем мелко нарубленной петрушкой И наслаждаемся Все понятно Все прикольно Фарш прям нежный Мясо ощущаешь Он такой прям, знаете Такой насыщенный Со специями А вместе с баклажанчиком Кусаешь и так все балансируется И у баклажанов Чуть-чуть вот этот металлический вкус С конца ощущается Такой смесь железа Вместе с алюминием Немножечко, знаете Вот этот привкус Оцинкованного ведерочка Шутка Все очень вкусно А баклажаны прям как в детстве Где продукты были натуральнее Трава зеленее И деревья выше Сейчас можно взять телефон в руки И сфотографировать ингредиенты рецепта на экране Для запеченных баклажанов с котлетами нужны Баклажаны Говяжий фарш Лук Рис Помидор Болгарский перец Аджика Томатная паста Петрушка И йогурт Тарелка горячего мясного блюда с баклажанами 97 рублей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова